Розаевский стекольный завод, возможно, вскоре будут проверять и прокуратура, и полиция. Деятельность предприятий, которое в начале ноября остановило производство, показалось подозрительной кредитору банку из Москвы. Представители его руководства даже в Мордовии приезжали, хотели встретиться с директором и посмотреть на залоговое имущество. Что из этого вышло, расскажет Павел Степаненко. Розаевский стекольный завод, который в начале ноября остановил производство, продолжает обрастать проблемами. Его кредитор, Промсельхозбанк, заявил о том, что предприятие не выполняет обязательства по кредиту. Его сумма не разглашается, но известно, что на складе постоянно должен находиться залог. Готовая продукция на сумму 185 миллионов рублей. Так вот, банк опасается, что руководство завода начнет продавать те самые бутылки, которые по факту принадлежат финучреждению. Об этом сообщает портал «Бизнес Вектор». Материал называется «Ради поиздержавшегося миллиардера работники Розаевского стекольного завода идут на криминал». И у банка, похоже, есть основания так думать. На сайте размещены сканы документов со сведениями о репутации учредителей завода. По имеющейся в банке информации акционерами ЗАО «Розаевский стекольный завод» являются граждане. Маркус Лариса Ивановна находится в СИЗО. И Биджамов Георгий Иванович объявлен в федеральный и международный розыск. В таких условиях кажется вполне логичным инициировать проверку предприятия. Что банк и сделал, написав заявление в республиканские прокуратуру и МВД. Случилось это, судя по регистрационным штампам, 18 ноября. Так что результатов пока нет. Ну, пока в процессе все. Только обратились недавно, поэтому еще пока рано говорить. А с самим руководством Розаевского стекольного завода, либо с его учредителями, есть ли у вас какие-то контакты и пытались ли вы выйти на связь с ними? Что они говорят? Ну, они в последнее время особо... Ну, учредителями точно мы не общаемся, потому что они, насколько вы знаете, далеко и в разных местах находятся. А с руководством как-то мы пытались связаться, но там есть проблемы с ними. То есть они не отвечают на звонки или они просто не идут на контакт? Ну, вот у нас в пятницу мы хотели в прошлую с ними поконтактировать, к ним в гости приезжали, они нас не пустили. Вот так. Это вы приезжали с представителем торгово-промышленной палаты Республики Мордовия, так понимаю, вместе, да? Или это отдельное было? Да, да, вот все было вместе, да. Руководство приезжало, банк туда, представитель. Не идут на контакт с банкирами и, конечно же, не желают общаться с журналистами. Телефонные номера завода в один голос говорят одно и то же. Вызываемый абонент не отвечает. Но ответить все же придется. По крайней мере, перед законом. Арбитражный суд Москвы в отношении Рузаевского стекольного завода возбудил дело о банкротстве. Так что банк свое возьмет. А вот кто пострадает больше всех, так это сотрудники предприятия. Большинство из них отправили в бессрочный отпуск с сохранением 2-3 заработной платы. Одновременно с этим рабочие получили уведомление о том, что с 10 января завод прекращает работу. Павел Степаненко. Наши новости.